Привет, друзья! Нашел тут у себя архивные съемки, как я делал ящик для рентгенметра DP1A 3 года назад. Сразу скажу, что это видео не про приборы, и кому не интересно, дальше можно не смотреть. Началась история в 2021 году, когда я купил свой первый DP1A. Он был без комплекта, а ящик в то время я мог видеть только на скудных фотографиях в интернете. Я попросил Большого П снять размеры с оригинального ящика и по возможности сделать детальные фотографии. Большой П сделал подробнейшие фото всех деталей ящика и дал мне все необходимые размеры, за что ему еще раз хочу сказать огромное человеческое спасибо. И я начал неспешно заниматься ящиком. Столяр из меня средненький, ну и с помощью домашнего инструмента довольно сложно напилить все четко по размерам. Поэтому что-то получилось хорошо, а что-то не очень. Предлагаю вам посмотреть на процесс изготовления ящика для рентгенметра с моими комментариями. Я купил лист фанеры толщиной 6 миллиметров, хотя у оригинального ящика фанера 8 миллиметровая. И начал выпиливать панели ящика. Это была моя базовая ошибка. Надо было сразу заказать распил в магазине, потому что лобзиком невозможно отпилить с точным соблюдением размеров. Но тем не менее. Более узкие детали я отпиливал дисковой пилой. Ну и легкая шлифовка. Вот что-то получилось. Это я потренировался на обрезках изготовлять соединение шип-паз. Для нарезания шипов пришлось изготовить вот такую приспособу для дисковой пилы. Тут у меня столик и дисковая пила, подключенная к пылесосу. Приспособление имеет выступ для паза и может перемещаться влево-вправо, точно на ширину выступа. И вот так это работает. Выпиливаем один паз, затем перемещаем фанеру и выпиливаем следующий. Процесс довольно интересный. Я вырезал шипы с удовольствием. И как видите, даже в домашних условиях можно добиться терпимого качества. Здесь я состыковал все панели, чтобы видеть, как будет выглядеть ящик. Теперь нужно собрать панели воедино. Для этого я буду использовать гвозди и клей ПВА. Промазываю клеем все пазы. Музыка. Музыка. С помощью ремней стягиваю все детали. К сожалению, на тот момент у меня не было угловых струбцин. Они бы мне сильно помогли. Ну и теперь можно приклеить крышку. А затем прибить ее гвоздями. Крышка готова. Музыка. Музыка. Повторяем те же операции с корпусом ящика. Музыка. 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 Только дно я пока приделать не буду. Поэтому задача более сложная. Нужно соблюсти все углы. Музыка. После сборки я кое-где замазал щели шпатлевкой и отшлифовал поверхности. Музыка. 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 Нарезаем различные детали из фанеры и бруска Это будут детали отсеков днища С помощью дисковой пилы Делаю пазы на деталях И вот так будут выглядеть все отсеки после сборки Приклеиваю детали на клей ПВА Ну и креплю гвоздями Теперь можно установить дно ящика Изготавливаю детали для крышки И точно так же приклеиваю их И теперь время для деталей и выселения Верхней части ящика ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Клей сохнет достаточно быстро Главное хорошо прижать все детали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Долго ли, коротко ли, но базовые части ящика и крышки готовы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И даже подходят друг к другу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это будет подвижная полочка внутри ящика ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь делаем крышку для нижнего отсека. Делаем крышку для нижнего отсека. К сожалению, вот эти выпилы у меня получились не очень аккуратными. Приклеиваю боковые упоры для прибора. Пришло время красить ящик. Тут я сделал ошибку и сначала нанёс грунтовку. Так делать неправильно, надо было сразу красить краской. Грунтовка на фанере держится плохо. Все детали покрашены, собираю задвижки крышки нижнего отсека. На упоры приклеиваю фетровые полоски. Подготовил трафареты для маркировки ящика. Теперь нужно аккуратно нанести маркировку с помощью красной эмали. Насверливаю отверстия для установки петель. Ну и устанавливаю петли с одной стороны. Теперь нужно установить подвижную деталь ящика и держатель для отвертки. Наклеиваю этикетку со схемой расположения имущества. И устанавливаю фурнитуру. Ящик уже почти готов. Приделываю ручку. Ну и последние детали – это уголки и замки. Ящик готов. В общем, худо-бедно, но ящик я сделал. И был очень доволен тем, что мой DP1A получил свой домик. В дальнейшем в моей коллекции появились еще и другие DP1A уже с ящиками. Ну а я получил некоторый столярный опыт и большое удовольствие от процесса. Всем спасибо, кто досмотрел. До новых встреч!